Приветствую вас, уважаемые телезрители! Мне хотелось бы этой передачей завершить цикл наших встреч и размышлений о зависти. Давайте еще послушаем впечатления и размышления простых людей. Что же такое зависть? Заниженная самооценка. Они считают, что у них не получится и считают, что кому-то это сверху упало, то есть им как будто дано, а не как будто... Хотя на самом деле человек добивается того, чего сам хочет. А кто-то не хочет ничего добиваться и из-за своей заниженной самооценки завидует. Достаток другого или какие-то у него там хорошие изменения в жизни, положительные. Этому просто-таки нужно радоваться, а не завидовать. Часто завистью называется болезненное желание человека получить то, что кажется ему привлекательным и чем владеют другие люди. В известном смысле это верно. И все-таки это еще не зависть, которая, по слову святых отцов, уподобляет человека демонам. В нравственном богословии такой однобокий взгляд на чужое преуспеяние принято называть грехом своекорыстного пожелания. И вот как и в любом грехе, в нем, конечно, нет ничего хорошего. И все же это еще не зависть в полном своем развитии, а лишь, можно так сказать, ее преддверие. Есть известная притча, содержание которой можно свести к следующему сюжету. «Человеку было обещано исполнение любого желания, но с условием, что его сосед получит того же, но в два раза больше, чем он сам». И человек долго думал, а потом пожелал, чтобы ему выбили один глаз и оторвали одну руку. Вот это и есть главная черта настоящей зависти. Желание зла тем, кому завидуешь. Механизм появления в человеческой душе этого разрушительного чувства довольно прост. Глядя на преуспевшего в чем-либо человека, завистник сначала желает себе таких же благ, потом огорчается их отсутствие. И когда ему становится ясно, что этих благ ему никогда не достигнуть, он начинает мечтать уже о том, чтобы их лишился и сам обладать. Вот тогда и созревает в человеке этот страшный дракон, злая зависть, о которой говорил святитель Илья Менятий. Зависть есть печаль из-за благополучия ближнего, который ищет не добра для себя, а зла для ближнего. Завистливый хотел бы видеть славного бесчестным, богатого убогим, счастливого несчастным. Вот цель зависти – видеть, как завидуемый из счастья впадает в бедствие. И вы знаете, вот такое расположение человеческого сердца становится лишь стартовой площадкой для заказных убийств. В него уходят корнями кражи и угоны автомобилей, умышленные поджоги и порчи чужого имущества. А кроме этого бесчисленное множество больших и мелких пакостей, которые люди творят только ради того, чтобы другому человеку стало плохо или хотя бы перестало быть хорошо. Конечно, можно возразить, ведь совсем не обязательно зависть выражает себя в реальном действии подобного рода. Человек может просто завидовать по-тихому, в душе и никому при этом не вредить. Видите, как часто приходится слышать, завидуем, но белой завистью. И вы знаете, да, по большей части так оно и бывает. Каждый из нас кому-то завидует, но далеко не каждый при этом делает другим гадости или совершает преступление. Но вот, однако, и преступники не сразу стали способными на кражи и убийства. Они ведь тоже начинали с вполне безобидных, каким казалось, мальчишеских фантазий о том, что хорошо бы иметь такие кроссовки, такую куртку или такой мобильник, как вон у того пацана. И мне думается, что в том и трагизм ситуации, что человек не в состоянии абсолютно точно определить, за каким именно поворотом судьбы зависть из мечтаний превратится для него в лютого зверя, с которым он уже не сможет справиться. А если и не вырвется этот зверь наружу в виде преступления, то скажите, разве легче от этого будет самому завистнику? Ведь в конце концов, таким страшным чувством он просто преждевременно загонит себя в могилу. Но даже и смерть не прекратит его страданий, потому что после смерти зависть будет терзать его душу с еще большей силой, но уже без малейшей надежды на ее утоление. Но как же бороться с этим страшным недугом нашей души? Как же бороться с завистью? Вы знаете, ответ не так трудно найти, если помнить, что суть любого греха в отпадении от Бога. И зависть в основе своей имеет очень верное и адекватное ощущение утраты связи человека с его создателем. Человек чувствует, что потерял нечто очень важное, без чего его жизнь пуста и несчастна. Только он не знает, что же это было. И в поисках утраченного, словно в лабиринте, начинает метаться. Метаться между различными целями, каждый из которых неизбежно оказывается ложной. Потому что никакое земное благо не может заменить собой подателя всех этих благ. И вот избавить себя от такого пагубного заблуждения можно лишь одним способом. И святитель Василий Великий пишет. «Мы можем избежать зависти, если из человеческого не будем почитать величайшим и чрезвычайным ни того, что люди называют богатством, ни увядающей славы, ни телесного здоровья, но будем стремиться к приобретению благ вечных и истинных». И единственным вечным и истинным благом для человека является лишь то, что никогда никто и ни при каких обстоятельствах не сможет у него отнять. И таким благом может стать лишь наше общение с Богом. То есть соединение человеческого духа с Духом Божьим во взаимной любви, которая не прекратится даже после нашей физической смерти. И вот вы знаете, если искать именно этого блага, если стремиться к нему, стараясь выстраивать свою жизнь по Евангелию, тогда и завидовать никому же не придется. Ведь все евангельские заповеди в сущности направляют человека к единственной цели – сделать главным содержанием его жизни любовь к Богу и другим людям. Завидовать же можно лишь тем, кого не любишь, к кому испытываешь пусть легкую, но все же неприязнь. А там, где есть любовь или хотя бы стремление к ней, зависти уже нет места. Так, например, мать не может завидовать своему ребенку просто потому, что любит его, радуется его радостям, и любой его успех воспринимает, как свою собственную победу. Вот и будем стремиться к этому чувству, к этому состоянию, к этой любви к Богу и к людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok